Уже сейчас при отборе на службу в Росгвардию кандидаты проходят проверку на полиграфе. Такая практика есть. Если законопроект примут, то действующих военнослужащих и сотрудников ведомства также обяжут проходить проверку с использованием полиграфа. Требования будут распространяться не только на кандидатов, которые только поступают на службу или на работу в Росгвардию, а также при переходе на вышестоящую должность. Значит, после того, как мы закрепили на кандидата датчика верхнего, нижнего дыхания, мы надеваем на датчик давления. Сверху наделаем руке. Все аккуратненько, все руками спокойно. Значит, в дальнейшем правую руку ладонью первую поверните. В дальнейшем мы крепим датчики такие, как оконно-приводической реакции. Надеваются они на два пальца. Так, руку не играйте, в таком положении у нас. Так, вот датчик фотоапертизмограммы. Значит, датчики кожно-приводической реакции, они отвечают за потовыделение, значит, человека, да, на пальце. Когда я буду ему задавать вопрос, значит, потовыделение, оно будет происходить, и датчики это будут его фиксировать. Вот, дальше мы надеваем датчик фотоапертизмограммы. Он отвечает за сужение и расширение сосудов. Вот так мы его крепим. После того, как кандидат переворачивает руку, в спокойном положении, да, происходит вся процедура. Специалисты ведомства считают, что ужесточение требований к кандидатам не только не приведет к снижению набора в Росгвардию, а наоборот послужит увеличению поступающих на службу. А самое главное – повышению качества этого отбора. В первую очередь, тот гражданин, который рассчитывает проходить службу в войсках Национальной Гвардии, он должен соответствовать, во-первых, по состоянию здоровья, во-вторых, должен иметь соответствующую физическую подготовку, должен иметь определенный уровень образования, ну, в зависимости от той должности, на которую он рассчитывает. Ну, соответственно, не иметь проблем с законом, не быть привлеченным к уголовной и административной ответственности. Это основные требования, скажем так, которые предъявляются к кандидату для прохождения службы по контракту в войсках Национальной Гвардии. Предлагаемые меры, по мнению специалистов, усилят работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности, а также по выявлению противоправных действий со стороны личного состава Росгвардии. Также они должны обеспечить совершенствование кадрового отбора, особенно при выдвижении на начальствующие и командные должности.